Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Превзошли все ожидания. Итоги новогодних каникул сегодня обсудил мэр Сочи с заместителем, курирующим курортную отрасль. На самые длинные выходные в году в Сочи приехало более полумиллиона туристов. И снова мусорный вопрос. САХ опубликовал приказ о повышении тарифов. За вывоз мусора сочинцы заплатят на 20 рублей больше. Меньше браконьеров, больше зубров. В Кавказском заповеднике подвели итоги года. В планах создать круглогодичные маршруты и места для отдыха маломобильных граждан. Дрифт по Сочинске ночью в Адлерском районе. Нарушителей ПДД полицейские нашли через интернет. В канун профессионального праздника подвели итоги собственной деятельности и обозначили цели на будущее. Сегодня в Краснодаре в честь Дня работника прокуратуры состоялся торжественный прием. Прокурор края озвучил основные задачи, которые сохранятся перед надзорным ведомством и в текущем году. Приоритетными объектами прокурорской деятельности выступают прежде всего наши пенсионеры, инвалиды, ветераны, несовершеннолетние, многодетные семьи, обманутые дольщики. Пресекались нарушения при использовании государственного и муниципального имущества, перераспределения земельного фонда, бюджетного, антикоррупционного законодательства. История прокуратуры насчитывает 297 лет. Этот институт появился еще при Петре I. Времена с тех пор изменились, но главные задачи остались прежними. Это ослужение закону, интересам государства и общества. Об этом в своей поздравительной речи сказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря прокурорам Кубани в регионе усилилась борьба с коррупцией. Тот, кто склонен к коррупции, кто не замешан, должен нести заслуженное наказание. 800 нарушений законодательства выявлено, прокуратуры края 250 человек осуждено. Для меня принципиальная позиция, что тот, кто замешан в коррупции, это доказано однозначно, должен сидеть в тюрьме. Ну, по крайней мере, лишен любых должностей и полномочий, любых. Самый большой сегодня запрос в обществе, запрос на справедливость. И из чьих бы кабинетов нарушение закона не исходило, оно должно быть пресечено и восстановлено. Торжество закона. Поэтому, невзирая ни на должность, ни на чины, ни на кабинеты, вы выполняйте свою работу. Совместная работа с прокуратурой позволила добиться значительного прорыва и в решении проблем обманутых дольщиков. В прошлом году уголовные дела возбудили против 200 застройщиков и должностных лиц. Восстановлены права около 40 тысяч граждан. Культура как фундамент развития общества. Какие сложности сейчас испытывают в творческой среде и как сохранить на Кубани сложившиеся традиции. Об этом говорили на расширенном заседании по развитию культуры в Краснодарском крае. Его провел губернатор региона. А перед этим Вениамин Кондратьев посетил сельский ДК в станице Троицкой Крымского района. Казачья строевая на кубанском диалекте в исполнении юных троицких спивунцов. Хор, в котором поют дети от 8 до 14 лет. Приемник знаменитого коллектива станицы. Ансамбль троицкие спивуны еще в 2013 году был признан объектом культурного достояния Краснодарского края. В местном ДК, где совсем недавно завершился капитальный ремонт, они изучают историю казачьих песен, репетируют и дают концерты. Зачастую ребята немножко более современный у них образ жизни. И, конечно, вот эти традиции поддерживать, особенно в сельской местности, это однозначно стоит того. И стараешься просто прививать им эти, как бы, как сказать, местные быты, традиции здесь. Потому что они должны знать историю. Не только, я думаю, в своей станице, но и вообще в крае. Такие самодеятельные коллективы сохраняют не просто казачьи песни и традиции, а кубанскую культуру в целом отметил Вениамин Кондратьев. С детским хором губернатор встретился сегодня во время посещения ДК. Песня – это отражение души, это выражение человеческих эмоций. И песня помогает. Она, на самом деле, всегда помогает. И в годинные испытания, и лихолетия, и в радости тоже. Она еще больше усиливает радость. Вы поете песни, которые пели сто лет назад, а где-то и двести. Это наши предки через вас с нами разговаривают. Своими песнями. Мы об этом не задумываемся. А песня – это связь поколений. Их нет, а их песни мы поем. Задумайтесь об этом. Значит, они с вами говорят, они с нами говорят. Вот что такое наша культура. Для того, чтобы в станицах и хуторах и дальше сохранялось кубанское наследие, для ансамблей и коллективов необходимо создать достойные условия. Этому в крае уделяется особое внимание. Только в прошлом году на Кубань отремонтировали 30 таких учреждений и 4 школы искусств. Жители станицы Троицкой давно ждали, когда и Дом культуры обретет новый облик. Ведь здания не реставрировали со дня его строительства. А это почти 60 лет. В ДК обновили фасад, инженерные сети, а также учебный кабинет и концертный зал. Это действительно место протяжения для всех станичников. От мала до велика. В Домах культуры максимальная активная жизнь идет. И была, есть и будет. Особенно в сельской местности. Поэтому здесь и молодежь, здесь и ветераны. Здесь обмен резинными ценностями идет. В том числе и вы помогаете формироваться той молодежи, которая сегодня здесь растет. Это дом. Дом, он должен быть по-настоящему домом для всех. И для молодежи, и для ветеранов. Для людей различных возрастов. Сами станичники признаются, теперь их Дом культуры превратился чуть ли не во дворец. В отремонтированном актовом зале уже прошли первые новогодние утренники. Все больше детворы приходят в учебные классы на занятия. На базе клуба открывают кружки, где будут обучать детей старинному искусству. На выставке народного промысла Вениамину Кондратьеву показали, какие ремесла сегодня живы в станице Троицкой. Резьба по дереву, художественная роспись и гончарное дело. Сегодня это уже часть культуры, но это наши культуры. И вот это, это огромный сундук, запас культурных ценностей, который не должен стоять в углу. Этот фундук мы должны открыть и сказать, что вот это гончарное искусство, часть нашей культуры, нашего народа. О том, как сохранить самобытность нашей культуры на Кубани, говорили уже на расширенном селекторном совещании. В зале творческая элита края. В колоритных костюмах художественные руководители коллективов края размышляли развитие культуры на родном диалекте и в стихах. А народная артистка России Враника Журавлева-Пономаренко и вовсе запела. Сохранить и передать следующим поколениям все многообразие традиционной народной культуры Кубани. Одна из важных задач, о которой сегодня говорил Вениамин Кондратьев. Подрастающее поколение должно воспитываться на своих обычаях и ценностях. И помните об истории своей малой родины. Ведь культура – это не просто концерты на сцене или театральные декорации, а историческое наследие края. Культура не должна быть интерьером в сегодняшней жизни. Она должна быть самой жизнью. Вот что сегодня очень важно. Мы должны это понимать. Понимать. А без этого невозможно. Дальнейшее развитие общества, нормального общества. Мы всегда так жили. И наши предки так жили. Но они пели, они танцевали, они творили. Задумайтесь, у нашей песни есть начало, продолжение и финал. Поэтому она нас трогает. Маленькая жизнь. Вот что такое наша песня. А сегодня какая песня. Где у нее начало? Где у нее продолжение? Что будет? Пустые песни. Не дай бог пустая молодежь. У нас самобытный край. Певучий край. Мощный край. С водолюбивым край. Формировать нужно сегодня нашу культуру. В наших сегодня мальчишках и девчонках. А по-другому? По-другому никак нельзя. По словам губернатора, культура незримо утверждает нормы ориентира общества. Именно она является неизменным фундаментом для дальнейшей жизни. Отметил глава региона. В нашем крае свой неповторимый колорит. И эту самобытность необходимо сохранить. Для этого губернатор поручил разработать стратегию развития культуры Кубани. Поэтому давайте подумаем над тем, чтобы в крае появилась стратегия, но не документ о декларациях или декларация о намерениях, а настоящая стратегия, которую можно реализовать. И через пять лет мы ощутили результат. Культура должна изучаться и искусство других стран, народов. Да ради Бога. Друзья, но мы, как государство, должно отдать приоритет. В этой ситуации, своему искусству, своей культуре, в этом и роль государства. Вот в чем сегодня смысл приоритета. Приоритета на фоне многообразия культур всего мира и искусств. Есть приоритет нашему искусству и нашей культуре. Все. Взять и заявить. И не постесняться. Не постесняться. Своей культуры и своего искусства. Своих традиций, своих корней. Свои предложения, как сделать народное искусство популярным среди молодежи, подготовят и творческие деятели, которые войдут в Совет по культуре при губернаторе края. А уже в этом году на Кубани проведут фестивали казачьей песни и танцев. Яна Гузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец, Кубань-24, Крымский район. И в этот же день в Крымском районе новый детский сад и амбулаторию, которая открылась после капитального ремонта, посетила вице-губернатор Анна Менькова. В медучреждении полностью заменили коммуникации, окна и кровлю. Выполнили отделочные работы и теперь больница готова принимать пациентов. Сейчас в этом современном медицинском учреждении не узнать старую троицкую амбулаторию. Светлые просторные коридоры, удобные места ожидания и новая мебель. После реконструкции изменился не только интерьер. Главное, расширился штат медработников. Теперь здесь принимают восемь врачей. Среди них три участковых терапевта, педиатр, акушер-гинеколог, два стоматолога и хирург. В ближайшее время в больницу перевезут технику и оборудование. Здесь у нас есть стоматологическая установка. Здесь у нас есть, мы перевезли буквально уже вчера вечером оборудование для клиникодиагностической лаборатории для исследования общего анализа крови, биохимического анализа крови. Здесь у нас есть хирургические столы. Вот аппараты УЗИ нужны вам? Как вы считаете, вот для таких больниц, для таких амбулаторий нужны аппараты УЗИ? Я думаю, да. Естественно, нужны. А вот УЗИ-специалисты вы найдете объективно? Найдем. Найдем. У нас свои вот молодые специалисты, у нас терапевты. Давайте Министерство здравоохранения как поручение сейчас оформим. Мы давно говорим о том, что при населении 7 тысяч человек, только приписного населения, которое достаточно большого детского населения. Все-таки давайте с вами подумаем о том, чтобы дооснастить такие амбулатории аппаратами УЗИ, и чтобы не было необходимости у людей ехать за 30 километров. На базе больницы работает дневной стационар, есть пункт машин скорой помощи. Автомобили оснащены современной техникой для оказания экстренной и неотложной помощи. Дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другими. Также куратор соцблока посетила филиал нового детского сада на 54 места. Его строительство полностью закрыло очередь в дошкольные учреждения Станицы. Там будут размещаться две группы малышей от полутора до четырех лет. Сейчас внутренняя отделка полностью завершена. Осталось только украсить стены любимыми детскими персонажами и обустроить комнаты мебелью и игрушками. Открытие намечено на конец февраля. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 12 января в Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 9-11 градусов выше нуля. Время обновить гардероб в магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Сочи – лидер по количеству туристов. Новогодние праздники, горнолыжные курорты Красной Поляны и прибрежную зону города посетили более 500 тысяч гостей. Для сравнения, год назад все курорты Кубани во время зимних каникул приняли почти 600 тысяч. Кроме того, от туристов за все время праздников не поступило ни одного нарекания. О работе городских служб и итогах длинных выходных главе города рассказал его заместитель Сергей Юрченко. Ну а тему продолжит Татьяна Говоркова. Говоря об итогах новогодних праздников для санаторно-курортного комплекса, можно смело сказать, они превзошли все ожидания. Изначально город планировал принять 360 тысяч гостей. В итоге на новогодние каникулы в Сочи приехало более полумиллиона туристов. Большее количество отдало предпочтение отдыху на горнолыжных склонах. В целях обеспечения для них комфортных условий был создан штаб, в котором круглосуточно работали пять мониторинговых групп. Они следили за обслуживанием туристов, соблюдением правил торговли и дорожной обстановкой. Пробок и заторов удалось избежать, даже несмотря на то, что интенсивность движения и количество транспорта превышало прошлогодние показатели. Это нам позволяло выявлять и оперативно предотвращать какие-то мелкие инциденты, серьезные. Слава богу, в этом году у нас не было. Это показывает тому, что у нас уже существует опыт хороший. Это безусловно правильно вы сказали. У нас очень хорошо в этом году все-таки сработал транспорт. При всем том, что у нас на Красной Поляне было 9% увеличение погоды. Транспорт? Да, 144 тысячи автомобилей заехало на Красную Поляну. Безусловно, было увеличение количества у нас потока, пассажиропотока непосредственно на общественном транспорте города. Качество услуг на Красной Поляне было на самом высоком уровне. И с каждым годом, говорят, улучшается качество. Поэтому мы надеемся, что следующий год еще лучше будет за счет того, что увеличится количество как трасс, возможно, парковок. И, конечно, мы знаем опять свои недочеты. Прежде всего, это транспортная инфраструктура. Все-таки надо как-то думать о том, чтобы правила дорожного движения выполнялись как отче наш. То есть нельзя ставить машину под знаком значения, нельзя. Поэтому усилить нам нужно будет эту работу. Хорошо сработали также медицинская, коммунальная и потребительская службы. В этом году удалось избежать увеличения установленного размера цен и от потребителей нареканий и жалоб не поступало. Задача на ближайшие месяцы – обеспечить заполняемость объектов санаторно-курортной отрасли зимой. Это возможно благодаря программе «Открытый юг». Кстати, в этом году каждый работодатель может потратить на оздоровление своего сотрудника и членов его семьи до 50 тысяч рублей. И эта сумма не облагается налогом. С каждым годом все больше и больше россиян выбирают для отдыха Сочи. И Сочи сегодня, уже работая круглогодично, мы уделим особое внимание программе «Открытый юг». И наши санатории могут иметь загрузку зимой не 70%, а 90%, 95%. Для этого правительство создало условия. Глава курорта также подчеркнул, что уже в феврале в Сочи приедут тысячи гостей и участников инвестиционного форума. А после начнется подготовка к летнему сезону. И задача властей, как минимум, повторить успех 2018 года. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Южный циклон принесет обильные осадки на территорию Кубани. Больше всего от непогоды достанется жителям побережья – Туапсе и Сочи. Местами возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных и опасных явлений. В связи с обильными осадками в виде снега в горном кластере Сочи возрастает риск схода снежных лавин и прогнозируются чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные со сходом селий, сообщает МЧС. Спасатели рекомендуют воздержаться от похода в горы в предстоящие выходные. В течение завтрашнего дня в Сочи ожидается и усиление ветра. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112. Ну и к другим новостям. В Сочи подорожал мусор. На официальном сайте САХА опубликован приказ о повышении тарифов. Итак, в Сочи с 1 января изменились тарифы на сбор и вывоз мусора для жителей многоквартирных домов и частного сектора. Первые будут платить 249 рублей 15 копеек с человека, а в частном доме вывоз мусора обойдется в 262 рубля 62 копейки за одного проживающего. В среднем повышение составило около 20 рублей. Эти тарифы взяты из расчета среднегодовой нормы накопления твердых бытовых отходов с одного человека в год. Также изменились условия вывоза мусора для юридических лиц и частных предпринимателей. Отмечу, практический приход в данную сферу единого регионального оператора пока не произошел, хотя и был определен еще в декабре 2018. 210 тысяч человек в 2018 году стали посетителями Кавказского биосферного заповедника. Об этом на встрече с журналистами в Сочи рассказал директор особо охраняемой природной зоны Сергей Шевелев. Он отметил, что гостями стали не только наши соотечественники, но и гости из-за рубежа. Поэтому для всех отдыхающих в уходящем году на территории были оборудованы новые места на маршруте к Меретинским озерам, велись работы по улучшению экологического состояния заповедника, а также впервые появились точки доступа к интернету. Кроме того, выполнена одна из важнейших задач – усиление охраны редких представителей флоры и фауны. В личности, если животных, показатели охраны, второй показатель – это поведение животных. Если, допустим, животное видит человека и за 200 метров убегает, его моментально не сперсографировать, показали того, что воздействие человека негативное. Это была задача восстановленным министрам нашим – сделать на маршрутах, чтобы можно было видеть зверей. Сейчас 3-4 маршрута, где туристы подходят и спокойно гладят животных. Сергей Шевелев отметил и то, что в последние годы свелись к минимуму случаи браконьерства на территории Кавказского заповедника. Об этом говорит увеличение числа зубров, которых на сегодняшний день насчитывается порядка полутора тысяч особей. Сочинские полицейские привлекли к административной ответственности водителей за дрифт в Адлерском районе. Правонарушителей полицейские ищут и в соцсетях. Так, в ходе очередного мониторинга сети интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором видно, как водители автомобилей дрифтуют в Адлерском районе курорта. Сотрудники УВД установили личности водителей в отношении 21-летнего и 31-летнего местных жителей. Инспекторы ДПС составили протокол об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Нарушителям назначено наказание в виде выплаты административного штрафа. С ними была проведена профилактическая беседа о дальнейшем недопущении правил дорожного движения. И также хочется обратиться к гостям и жителям нашего города о недопущении нарушений правил дорожного движения и обратиться с просьбой быть вежливыми друг к другу на дороге. В Сочи на крещение устроят массовое купание в море. 19 января в Хостинском районе запланировано великое освещение воды. Но прежде в 7.30 в Храме Преображения Господня состоится Божественная Литургия. В 10 часов крестный ход от Дома Творчества Луч до пляжа Санатория Кристалл. Там же в 10.30 все желающие смогут окунуться в Черное море. Кроме того, крещенские купания пройдут на реках города-курорта. По информации сочинского благочиния, в обряде по уже сложившейся традиции примут участие сотни жителей и туристов. Российские студенты смогут два раза получить отсрочку от армии. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума страны. В случае окончательного одобрения поправок в закон о воинской обязанности и военной службе, молодым людям призывного возраста предоставят возможность непрерывно получать высшее образование, даже если они в первый раз воспользовались отсрочкой в школе по достижении 18 лет. Ранее права второй отсрочки в ВУЗе оспаривали через суд. Законопроект исправляет несправедливость, при которой студенты не могли получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки же позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста. Кроме того, документ предоставит таким юношам возможность получить право на отсрочку в связи с обучением по программам среднего профобразования. В 2018 году порядок призыва военнообязанных уже претерпел некоторые изменения. Напомню, молодых людей, являющихся педагогами, решили призывать в армию только весной, а жители сельской местности только осенью, после окончания уборочных работ. Шопинг, еда на дом, кино, онлайн-игры и обучение. Сервис Яндекс.Деньги выяснил, сколько сочинцы тратили онлайн в новогодние праздники. Чтобы выяснить, как жители Сочи проводили досуг в новогодние каникулы, сколько расходовали в интернете на развлечения и другие занятия, сервис проанализировал платежи горожан с 1 по 8 января на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс.Кассы. Сегодня их более 90 тысяч по всему миру. Итак, судя по результатам исследования, в праздники многие сочинцы не тратили время на приготовление еды, а заказывали ее онлайн. В среднем за раз они платили за еду с доставкой 1650 рублей. Любители развлечений тоже не тратили время зря. Средний платеж горожан за музыку и кино в интернете составил 1780 рублей. За игры – 530, за билеты на концерты в кино, театры и музеи – 2480 рублей. Пока одни развлекались, другие занимались самообразованием. Средний чек сочинцев за обучающие онлайн-курсы составил 4090 рублей. В праздничные каникулы жители Сочи активно занимались онлайн-шоппингом. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары. Средний чек – 1460 рублей. Товары для дома более 4000, столько же горожане тратили на косметику и парфюмерию. В праздники многие планировали и будущие путешествия. Средние платежи за билеты на самолеты и поезда составили 7890 и 1430 рублей соответственно. В Сочи прошли соревнования по спортивной аэробике под названием «Рождественские старты». Они проводятся третий год подряд. В этом году помериться с силами в Сочи приехали юные спортсмены из Санкт-Петербурга, Иваново, Ульяновска, Новороссийска и Севастополя. В соревнованиях приняли участие спортсмены из шести регионов, почти 70 человек. Организатором турнира стала Федерация спортивной аэробики Сочи. Итогами таких тренировок являются соревнования «Рождественские старты», в которых определяются победители в разных возрастах и видах – это пары, тройки, группы и индивидуальные программы. Такие каникулы запоминаются надолго детям и юниорам. Они улучшают свои физические показатели и знакомятся со славным городом Сочи. Достойно представлена на соревнованиях команда Сочи 25 спортсменов. Многие из воспитанников отделения спортивной аэробики являются победителями и призерами первенства города, Краснодарского края и Южного федерального округа в разных номинациях и возрастах. Спортивной аэробикой я занимаюсь уже 9 лет. За это время я поучаствовала в соревнованиях разных уровней, начиная с краевых до международных. Мне очень нравится этот вид спорта и я хочу с ним связать свое будущее. В Сочинце заняли ряд призовых мест. Лучшие результаты показали ульяновские и вановские спортсмены. Мы любим спортивную аэробику! В рамках турнира состоялись и спортивные сборы, где тренеры обменялись методиками и провели свои мастер-классы. Елена Овсец, Налек Кононов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Наши новости уже на сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск